Приветствую на информационном канале Севастополя 24. Сегодня время ИКС для директора Департамента экономического развития, а точнее для исполняющего обязанности директора Департамента экономического развития Владимира Владимировича Южика. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорить будем о перспективах и направлениях развития городской экономики, но прежде всего хотелось бы вас спросить, вы уже рассказывали о реальном участии города Севастополя в реализации национальных целей и стратегических задач Российской Федерации в период до 2024 года, утвержденных в указе президента. Можно ли обозначить какие-то тенденции, есть ли уже какие-то направления, о которых стоит говорить? Ну да, действительно, этот вопрос уже поднимался, он актуален. Сейчас вся страна и правительство Российской Федерации, и регионы в этой задаче активно участвуют. У нас в конце года была такая достаточно динамичная работа по разработке региональных составляющих национальных проектов, в 12 из которых мы участвуем. И на сегодняшний день уже определены объемы финансирования по данным направлениям. Это как и субъектовые деньги, и как федеральные. У нас где-то порядка 3 миллиардов 75 миллионов – это федеральное финансирование на реализацию этих проектов, и около 75 миллионов – это субъектовые средства. Ну, здесь, наверное, стоит отметить, что основные направления, куда они направляются, это национальный проект «Демография», и национальный проект «Качественные и безопасные дороги». То есть на два этих проекта в целом у нас предполагается около 2 миллиардов выделений средств. То есть таким образом сейчас у нас идет технический вопрос, связанный с заключением соглашений с федеральными органами власти, и активно начинаем приступать к реализации проектов уже с этого года. Но эти направления, они приоритетны только для нас, или в принципе в Российской Федерации вот идет это направление? Ну, если структурно смотреть, то 14… Ну, плюс-минус, да? Мы в тенденции общие или догоняем? Конечно, в общие, потому что 14 национальных проектов, и в 12 наш субъект участвует. То есть практически весь охват? Да, да, да. И практически во всех федеральных проектах. То есть национальные проекты доробятся на федеральные, и мы там серьезно представлены. То есть нет, тема, они изначально формировались так, чтобы это было актуально для всей страны. Поэтому, да, мы там в полном объеме представлены. Хорошо, а если говорить о тенденциях в развитии экономики города в ушедшем 2018 году, что бы хотелось отметить в первую очередь? Ну, конечно, мы регулярно говорим о том, что у нас достаточно много позитивных показателей экономических, которые показывают, что экономика города развивается. Если попытаться отметить некоторые показатели, у нас, например, хороший показатель – это в производстве, в отрасли строительства. То есть рост порядка в 3-9 раза увеличился объем. И, как следствие, строительство жилья в два раза за 18 годов. Это государственное имеется в виду? Нет, это вообще… Или это, в принципе, отрасль развивается? Это отрасль, это не идет речь о государственных делах. Не о бюджете ни о чем, это просто предпринимательство. В целом, статистические данные, да, вот по этой отрасли. Поэтому, ну, говорить можно о том, что отрасль строительства – это динамично развивающаяся, с учетом вкладываемых средств, как и в жилье, как я сказал, и как в другие объекты, которые строятся. То есть, ну, идет сейчас активно эта отрасль развивается. Что еще можно… Ну, не только же строительство, да? Да, я еще наверняка что-то ищу. Конечно. У нас в плане показателей, хороший еще какой показатель такой, это безработность. У нас один из самых низких уровней безработицы. 3,9% безработицы – это один из самых лучших показателей в стране в целом. И вот если все-таки говорить о государственной, не государственной деньги, очень существенно изменилась структура в плане инвестиций в небюджетных. То есть, если в 2017 году у нас доля в небюджетных инвестиций в основной капитал составляла около 12-13%, то сейчас это 56,5%. То есть, говорит о том, что… Ну, это такой скачок очень… Очень качественный. То есть, примерно при том же сохранении объема инвестиций в основной капитал произошли такие качественные структурные преобразования. С чем вы это связываете? Ну, конечно, это можно связывать с тем, что уходит вот это время, когда бизнес был сильно осторожен, когда инвестиции и вкладывание средств в регион осуществлялись там с крайней аккуратностью, связанные были с высокими рисками, возможно, и сейчас можно говорить о том, что вот эти риски снижаются, что средства начинают вкладываться в основной капитал более уверенно, и переходим мы к нормальному естественному экономическому росту. То есть, кажется, уже интеграция как таковая произошла, да, и все более-менее идет своим чередом уже по законам экономики. По нормальным, да, процессам, когда доля частных инвестиций должна составлять существенную часть. Хорошо, и все же, если говорить о результатах, которых удалось достичь в развитии производственного сектора города, что еще можно объяснить? Ну, смотрите, индекс промпроизводства у нас составляет там 124%. Это много? Это очень хорошие показатели. В среднем по стране идут, ну, в зависимости от регионов, 103-105-108%. То есть, это такой нормальный показатель. А самый большой у кого? Я сейчас вам по памяти не скажу. Ну, во всяком случае, ну, мы где-то в лидерах? Да, 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 это один из самых лучших показателей. Ну, 24% это серьезный рост. Если уж предметно его раскладывать, за счет чего, в каких отраслях он произошел, то это, конечно же, пищевка, это производство пищевых продуктов. Ну, у нас всегда эта отрасль хорошо представлена, туда попадает и виноделье в том числе. То есть, пищевая промышленность именно за счет виноделия у нас больше всего выигрывает? В основном рост, да, ну, конечно же, не только. Ну, в принципе, просто фрукты, якобы. В меньшей степени, то есть, в основном это все-таки виноградарство и виноделие. У нас очень хорошо развивается добывающая промышленность. Это, ну, всегда это связано с тем, что у нас Блоклавское родоуправление сейчас находится в стадии и модернизации в рамках нашего специального инвестиционного контракта. И как раз так же это коррелирует с тем, что строительная отрасль развивается, потребность есть, и их продукция востребована. И, наверное, стоит, конечно, сказать еще об отрасли производства, ремонта кораблей, судов. То есть, судостроение, судоремонт, как вы знаете, там была закладка плавкрана на Севморзаводе осуществлена, была запущена комета, достройка остальных планируется, возможно, с задействованием сдаточной базы в городе Севастополе. То есть, вот эти отрасли, которые дают там существенный качественный рост, поэтому реальный сектор экономики находится в таком подъеме. А у вас есть возможности как-то поддержать? Поддержку мы, конечно же, осуществляем. У нас действует и государственная программа развития промышленности. Имеет она несколько направлений. То есть, мы выделяем субсидии на приобретение оборудования производственного. Мы в свое время представляли субсидию на компенсацию процентов по кредитам. Ну, здесь, конечно, можно отметить, что все-таки недостаточно востребованы меры поддержки, потому что кредитные ресурсы по-прежнему остаются достаточно дорогие и тяжело доступны. Не берут кредиты, поэтому не хотят воспользоваться субсидией. И действенные меры поддержки – это помогать предприятиям выводить, показывать свою продукцию на основных площадках выставочных. То есть, мы регулярно участвуем. Ну, вот в 2018 году какие? Армия 2018 была. Это, как вы знаете, одна из крупнейших выставок. Но она же не одна. Вы же часто ездите и представляете, и помогаете. Если говорить именно в рамках промышленности, то нет, не так часто. Мы определяем одну-две основных выставки в году, потому что они обычно тематические, отраслевые. И ездить каждый год или очень активно в этом участвовать – это не будет того эффекта, который нужен. Ну, вот армия была, хорошее участие. У нас «Уранис» там был представлен, предприятие. У нас швейная фабрика «Нина Нилова» со своим военным обмандированием одежды были представлены. Ну, интересно проявлять предприятие. Но к Севастополю сохраняется все такой же интерес, как и пять лет назад? Да. То есть, еще можно на имени как-то и промышленность продвинуть? Конечно, конечно. То есть, все равно все, когда спрашивают… Когда слышат, что город Севастополь, да? Да, да, да. Сразу это возгласы. Конечно, это же наши, надо помогать. То есть, нет, настроения не поменялись. Конечно, с точки зрения условий взаимодействия, они там абсолютно рыночные, экономические. Но патриотические чувства присутствуют обязательно. Хорошо. А если говорить о системных мероприятиях в Севастополе для улучшения деловой среды и деловой активности, проводятся ли какие-то целенаправленные, системные, этапные? Да, да. Ну, то есть, есть блок мероприятий, которые нам в обязательном порядке нужно реализовывать со всей страной. Это связанные с повышением рынка конкуренции на рынке. Это целевые модели по упрощению доступа бизнеса к государственным услугам. Мы об этом часто говорим. Я думаю, нет смысла сейчас на этом заострять внимание. И мы сейчас в последнее время часто декларируем такой проект, как создание центра «Мой бизнес». Он реализуется в рамках национального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства. И заключается в том, что мы хотим создать единую площадку, где предприниматель может прийти и получить полный комплекс услуг. То есть, это как воспользоваться инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства. То есть, все три фонда, которые у нас присутствуют, можно получить консультацию. Консультацию для открытия или издачи отчетов, или если возникают вопросы, о чем этот момент? Это для тех, кто хочет начать, или кто уже является владельцем среднего и малого бизнеса, или он всережимный? Если говорить о наполнении, то мы там хотим, чтобы были представлены и наши инфраструктуры поддержки, и, например, представители банковской сферы, и, возможно, консультация других органов власти по направлениям, которые так или иначе взаимодействуют с бизнесом, и корпорации развития для инвесторов. То есть, это такой комплексный... Конгломерат. Да. А можно ли будет там какую-то практическую помощь получить? Конечно. Ну, практическую помощь. Ну, взять отчеты, например, да, или там, чтобы тебе посчитали налог, или подсказали. Открыть счет. То есть, банковские услуги, да. Наверняка получить услуги в плане наших кредитов или гарантий по линии фондов. То есть, конечно, это практическая задача, когда не нужно потом куда-то дальше отправлять за какими-то действиями. То есть, человек пришел... И когда ты получаешь в разных местах абсолютно противоречивую информацию. Да. Это будет такой центр информационный и... Вы его будете курировать, или вы его просто создаете, и как бы он будет жить автономно? Ну, конечно, он создается как-то под кураторством Департамента экономического развития. Ну, то есть, значит, все серьезно, если автономно, то это не совсем... Да, да, да. Ну, потому что основные инструменты сосредоточены у нас. То есть, это и корпорации развития, это фонды, и с банковским сектором. Но также там наш Департамент достаточно плотно взаимодействует. Поэтому основные участники процесса... Мы сейчас как раз вот эту концепцию практически сформировали. Сейчас переходим уже к активной стадии формирования, уже предметно распределяя там людей, которые будут сидеть, где какие переговорные будут, какие услуги предоставляются. То есть, ну, в этом году у нас задача... Это будет где-то единое место? Предположительно, это проспект Генерала Старькова, где сейчас Департамент располагается. Ну, то есть, достаточно удобно подъехать с любого по концу города? Ну, да. То есть, транспортная доступность... Все учтено. Но это в будущем, да? А если говорить сейчас, вот в 2018 году, какие проводились мероприятия? Ну, в основном классические мероприятия. Это был ряд таких бизнес-форумов, бизнес-коммуникаций. Бизнес-полигон у нас проходил, где мы в повестку насыщали вопросы, которые нам запрос представил от самого предпринимательского сообщества. То есть, обсуждались вопросы стратегические города в привязке к тому, как бизнесу сориентироваться, что ему делать и на каких отраслях делать фокус. Потом, конечно же, у нас выполнили все показатели, которые Министерство экономического развития нам вставило как целевые. Это по гарантийным услугам, это по микрокредитованию. В следующем году у нас существенно увеличивается финансирование на это мероприятие. В частности, у нас с учетом денег на центр «Мой бизнес» и на дофинансирование фондов, у нас на каждый фонд из трех где-то 100 миллионов предполагается. То есть, в сумме 330 миллионов на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году будет. Ну, в принципе, я думаю, вы со мной согласитесь, что малому и среднему бизнесу все-таки тяжеловато еще. Ну, тяжеловато. Несмотря на поддержку, несмотря на какие-то шаги навстречу. И, наверное, стоит поговорить о свободной экономической зоне и об объектах, которые вот участниках свободной экономической зоны, которые уже существуют и функционируют, и которые только собираются стать участниками свободной экономической зоны. Ну, если все-таки там, да, тяжеловато малому и среднему предпринимательству. А вы не согласны? Конечно. Им всегда нелегко. Это правда. Ну, здесь что хочется отметить. У нас в сравнении с другими регионами очень высокая плотность предпринимателей на душу населения. То есть, на тысячу. Я сейчас по памяти не скажу, но одна из самых высоких плотностей. То есть, конкурентный рынок очень. Поэтому, конечно, бизнесу тяжело. Но это как бы остаточный такой багаж, я понимаю. Почему? На самом деле, это очень здравая атмосфера конкуренции, которую государственная политика направлена на то, что... То есть, люди не боятся и открывают свой бизнес. Да, да. Очень высокая деловая активность. У нас один из регионов, который лучше по стране по этому показателю. Поэтому... Потому что у нас еще какие-то льготы, потому что переходный период. С чем вы это связываете? Я думаю, это связано и с непростыми все-таки условиями, когда нужно проявлять активность, чтобы получать тот уровень жизни, который хочется. Ну и плюс все-таки туристическая отрасль, она дает возможность легко начать бизнес. То есть, найти того туриста, которому предложить какую-то услугу. Потенциального потребителя, для которого ты можешь... Да, да. Вот с учетом вот этой... Юг России, хорошее количество месяцев с хорошей погодой, это тоже существенно. То есть, это не когда зима 8 месяцев, затраты на энергоресурсы высокие. Нет, это климатические условия, это тоже виноградарство, виноделие, туристическое отрасль. В целом, это все... Очень благоприятные. Благоприятные условия, да, для начала бизнеса. Хорошо, а если все-таки вернуться к свободноэкономическому? Ну, более 400 резидентов у нас сейчас. Если говорить по отраслям, где они представлены, то это в основном, большая часть это отрасль торговли и отрасль производства. То есть, в сумме они формируют большую часть всех резидентов. Я считаю, что это замечательное соотношение и вообще вот этот процент этих секторов экономики, потому что подтверждаются показатели в части инвестирования в реальный сектор экономики. То есть, участники СЭС, основная их задача – это получить льготы взамен инвестиций и создания рабочих мест. То есть, так как у нас в стратегии определены производство, производственный сектор как основной, то мы как раз и видим подтверждение этому со стороны заинтересованности предпринимателей. То есть, они вкладывают в реальный сектор экономики. И вот здесь важно что отметить? Конечно, там бывают ситуации, когда так или иначе предпринимателям нужно сориентироваться. Проходит ряд изменений в нормативной документации на уровне федерального Министерства экономического развития. У нас сейчас такой интересный, важный этап, чтобы предприятиям, участникам, СЭС-резидентам продолжать пользоваться льготами по социальным взносам, по рабочим местам, по сотрудникам, которые задействованы в инвестиционных проектах, они должны заявиться к нам в департамент с перечнем этих сотрудников. То есть, даже те, кто до этого были зарегистрированы, они заново должны перерегистрироваться? Или это только для вновь прибыва? Речь не идет о регистрации в СЭС. Речь идет об уточнении перечня сотрудников предпринимателей. То есть, есть какие-то изменения и не на все распространяются льготы? Просто идет упорядочивание процесса. То есть, если ранее это было достаточно простое, не то что простое, а такое... Ну, упрощенная система, да? Открытый механизм. То есть, все сотрудники предприятия, организации, они участвовали, получали льготы. Сейчас позиция федеральных органов налоговой, что давайте все-таки, чтобы не было там возможных мертвых душ или каких-то избыточных льгот, то давайте упорядочивать этот процесс. Чтобы более прозрачно все было. Да. И поэтому мы сейчас принимаем заявки, тоже декларативный характер заявки. Предприниматели представляют перечень сотрудников, которые у него задействованы в этом инвестиционном проекте, обосновывают, что они там действительно участвуют. Все утверждают перечень, и он продолжает получать льготы. Но, в принципе, вот эти 420 участников, насколько я знаю, я могу ошибаться в цифре, они пришли сразу, когда стало известно, что будет СЭС? Или это вот постепенно-постепенно, это волнует сейчас на каком этапе? Может быть, спад пошел? Насколько это интересно? На самом деле, достаточно стабильные меры поддержки. Нельзя сказать, что эти все резиденты зашли в первый же год, и все. И вот ничего не меняется. Нет, конечно. То есть, у нас ежегодно пополняется порядка 100 резидентов, вступают в свободную экономическую зону. Это по среднероссийским темпам это норма, как бы? Или не так много СЭС, в принципе, российских федераций? А их больше нет. Вот на самом деле... Вот только у нас, поэтому... Экономическая зона вот на таких условиях создана только в Крыму и Севастополе. Есть другие режимы особого хозяйства, нет, там особые экономические зоны, но с такими льготными условиями, которые здесь представлены, больше нет таких прецедентов. Это отдельное законодательство, отдельное федеральное законодательство. То есть, вы первопроходцы, и именно поэтому получается... Единственное, я думаю, других прецедентов аналогичных и не будет. Почему? Плохой опыт нельзя обобщать? Нет, почему? Просто... Или нет такой необходимости? Да, скажем так, когда работает организация в нормальных естественных условиях, то налоговая база, она сформирована для того, чтобы было понятно, что предприятие зарабатывая, оно еще и платит налоги. Здесь у нас такая ситуация складывается, что все-таки нужно поддержать бизнес, потому что переходный период, перенаправление кооперационных цепочек, цепочек поставок сырья, сбыт продукции, это не происходит быстро. И предприниматели оказались в такой стрессовой ситуации в этот переходный период. И, конечно, это беспрецедентный инструмент, когда затраты, налоговые обложения сейчас минимизированы. Конечно, оно должно быть потом возвращено в нормальные... То есть, каким-то образом это сойдет на нет в какой-то период, когда уже в этом не будет необходимости, и когда бизнес будет стоять? Ну да, но это в рамках ЦЭСа не один десяток лет, там есть сроки, они такие достаточно далеко идущие. И все же, если мы заговорили об инвестициях, 2018 год был богат на инвесторов или вот так слабенько все-таки? Ну как, на спрос, на заинтересованность в инвесторах он был достаточно богат. То есть, у нас официально только с полным пакетом документов на рассмотрение завелось порядка 50 инвесторов. Это не говорит о том, что все эти проекты будут реализованы. Мы планомерно рассматриваем, совместно с инвесторами обсуждаем их проекты, где-то дорабатываем, где-то они пересматривают свои планы. Но 50 это только те, которые зашли формально. У нас еще достаточно много переговоров проходит в таком рабочем режиме. Да, да, да. Корпорации развития у нас сейчас предоставляют услуги по консультациям, ну вот по общению с инвесторами. Поэтому такая статистика достаточно неплохая, заинтересованность есть. Потому что все понимают, что, например, с введением транспортного перехода через Керченский пролив железнодорожного, существенно упростится возможность доставки. Да, вся логистика будет достаточно упрощенная. Ну и все-таки, как сказать, внешние рынки, они так или иначе потихоньку начинают открываться. Мы надеемся на это. И предприниматели, они понимают потенциал этого региона. То есть с точки зрения логистики и места расположения потенциал очень большой. И, соответственно, зайдя сейчас уже со своим инвестиционным проектом к нам в Севастополь, то в перспективе будет рост и рынка, и удобной логистической в международном плане доступности. Ну а пока моста нет, из 50 заявок, которые были оформлены бумажно, кто реально вот уже начинает инвестировать? Или хотя бы вот в этом году есть реальная возможность, что действительно заработает и начнутся вливания? Ну здесь сложно говорить о каких-то конкретных проектах, потому что все-таки это и коммерческая тайна определенная. Ну да, ну и плюс это процесс. Но тем не менее, да, из 50 там 10 процентов, которые вот да, реально как бы... Ну смотрите, у нас сейчас вот из 50 8 попало в реестр инвестиционных проектов на сопровождение. То есть это те проекты, которые... То есть это уже 20 процентов? Да, да, да. То есть, ну я же почему говорю, вот эти 50 заявок, это уже такие осознанные, вдумчивые, с бизнес-планом заявки. И, соответственно, уже 8 у нас находятся на сопровождении. Это значит о том, что мы в оперативном режиме осуществляем и консультации, и помощь, и поддержку для реализации этих инвестпроектов. Оказываем также помощь для межведомственного взаимодействия. То есть с другими органами власти, если предпринимателям и инвесторам нужно какой-то вопрос оперативно решить, мы также являемся этим одним окном. Ну, чаще всего эти инвесторы – это представители малого и среднего бизнеса? Ну, тяжело так делить, потому что все-таки средний бизнес – это достаточно... Это уже не малый, да? Да, да. То есть мы так и не категорируем. Интересно, что отрасли, вот нет какой-то там единой отрасли, которая была бы... Все там виноградари, да? Да, вот этого нет. То есть проекты заходят совершенно разные. Там туристические проекты, связанные с туризмом, с небольшими... Ну, не скажу, что гостиничный комплекс, к сожалению, может быть, не так интересен. Но все равно сфера... Ну, если он интересен, может быть, все-таки он не настолько легализован, да? И все-таки из серой зоны его надо будет потихонечку выводить, потому что потребность небольшая, значит, гостиничный бизнес тоже развивается. Ну, такой вопрос сложный, потому что, вы говорите, серая зона – это тот гостиничный бизнес, который здесь сейчас присутствует, а я говорю про инвесторов, которые считают, что мы платят. А сейчас все, кто заходит, это всегда по-белому. То есть это же серая зона, она сформировалась исторически, и была возможность работать в таком режиме. Ну, просто сложно конкурировать, когда здесь работает человек в этом же направлении, не платит налоги, а ты должен оплатить полный комплекс, да? Ну, возможно, поэтому крупных проектов у нас в этом направлении нет. Ну, будем надеяться, что будут. Будут, будут, обязательно. Это направление перспективное. Конечно, конечно. Хорошо, а в нашем городе есть какие-то реальные меры государственной поддержки для малого и среднего бизнеса, хоть вы и не любите, когда его так называют? Да нет, почему? Нормально. Ну, как я уже говорил, все-таки реальные меры поддержки мы оказываем и будем оказывать. Можно сказать об новых направлениях, которые мы сейчас прорабатываем. У нас в этом году заложены средства финансирования на новую меру поддержки для МСП. Это даже не то, что для малых и средних предпринимателей, это скорее для открытия своего бизнеса, для начинающих предпринимателей. Это гранты до 100 тысяч условно вчерашним выпускникам институтов или средних образовательных учреждений, среднеспециальных, до 100 тысяч. То есть человек, если не позже трех лет он закончил образовательное учреждение, может заявиться и, представив бизнес-план, там достаточно такой порядок понятный, открытый, показывает бизнес-план, что он хочет. Либо он уже открыл юрлицо, либо он его обязуется открыть в кратчайшее время, получает эти средства и может ряд затрат своих компенсировать. Это потратить средства либо на закупку оргтехники, аренды. Тоже стараемся никак не... На какой-то перечень есть определенный. Видов затрат, которые мы регламентируем. Понятно, что на покупку телефона для личного пользования это не подойдет, а вот именно на развитие, на начало какой-то предпринимательской деятельности средства будут выделяться. Вот пощупаем эту новую меру поддержки. Вы думаете, что это работает? С учетом деловой активности, которую мы констатируем, что она здесь есть, да, хочется верить, что молодые люди пойдут и будут заниматься бизнесом. Хорошо, а как вы считаете, 2019-й для вашего департамента он каким будет спокойным? Конечно, нет. Ну, насколько вы знаете, количество задач у всех органов власти ежегодно объем работы растет, потому что и федеральные деньги выделяются, и экономика начинает развиваться, все отрасли. То есть, как только начинаешь браться за какую-то задачу, она так или иначе декомпозируется еще на несколько. Поэтому это нормально, когда ежегодно работа становится больше, более сложная, более проработанная. То есть, ну, вот приходится вгрызаться, конечно. Ну, и вам придется приходить к нам и рассказывать, как это все происходит. Нам будет очень интересно. С удовольствием. Спасибо вам огромное. А я напоминаю, что в гостях у студии был исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития Севастополя Владимир Владимирович Ежиков. Вы смотрели программу «Время.Икс». В студии для вас работала Светлана Скребец. До встречи в эфирах на телеканале ИКС-24.